Дорогие мои, привет! Сегодня нас ждёт с вами увлекательное видео, я надеюсь, что оно будет интересным, по крайней мере, мне оно таким точно кажется. Тема у нас с вами будет животрепещущая. Я бы даже сказала, тема, которая интересует всё человечество — отношения. Я на примере своей истории расскажу вам, какие манипуляции люди могут проворачивать в отношениях, почему они это делают, для чего они это делают. И это достаточно откровенное для меня видео, потому что я ранее так подробно не рассказывала про какие-то свои отношения, поэтому я веду безумно вам благодарна, если вы меня поддержите лайком, подпиской, комментарием, любым удобным для вас способом. Короче, поехали! Я написала тут себе сценарий, поэтому, простите, я буду иногда сюда поглядывать, чтобы не запутаться, не потерять ни повествования. Я думаю, что в дальнейшем я наберусь практики, и мне будет даваться большие видео как-то попроще. В общем, история — это давняя, она была достаточно короткая, продлилось это всё где-то 3-4 месяца, наверное. Ну, знаете, так скажем, закончилось, не успев начаться. Но, тем не менее, мне было над чем подумать, какую работу над ошибками сделать. Я вообще, в принципе, научилась анализировать какие-то свои отношения. Я считаю это таким полезным навыком, на самом деле, для того, чтобы в дальнейшем как-то быстрее научиться считывать определённые паттерны поведения и на них уже в дальнейшем не попадаться. Но печаль здесь в том, что, к сожалению, кроме как на практике, выяснить это, ну, невозможно. И вообще, девочки, знаете, мы как-то с вами больше интересуемся вот этой психологической темой, да, и больше погружены в проработку, саморефлексию и так далее, чем мужчины, парни. Вот. И в лучшем случае мы, наверное, сталкиваемся с молодыми людьми, которые только на пути к просветлению. Очень важный дисклеймер. Я не психолог, я просто делюсь с вами своей личной историей. Это моё личное мнение, и на самом деле я вижу в этом даже плюс, потому что я могу говорить более свободно, я не могу оглядываться, могу не оглядываться там на какую-то профессиональную этику и так далее. Естественно, тут не ставлю никому диагнозы, это только мои фантазии, назовём это так. И я просто девушка, которая была в абьюзивных отношениях, которая решила разобраться в этой теме, решила разобраться там в каких-то ошибках, которые меня привели к этим абьюзивным отношениям, да, чтобы в дальнейшем прийти к здоровым, надёжным отношениям. А все совпадения с реальными людьми абсолютно случайны. Ну и вообще я предлагаю вам, знаете, так погрузиться в ситуации, о которых я буду рассказывать, так как прочувствовать, может быть, подумать над тем, лучше написать в комментариях, как бы вы поступили вот в моменте, да, в этой ситуации, не где-то там в дальнейшем, потому что итог нам как бы всем ясен, я не в этих отношениях, я не с этим человеком. Какие ваши мысли по поводу того, как поступить прямо здесь и сейчас в подобной ситуации? Итак, знакомство. Несколько лет назад я познакомилась с нашим героем. Дадим ему кодовое имя Зарислав. Моё первое, на самом деле, впечатление о нём, такое, знаете, я увидела его где-то там вдалеке. Он молодой человек очень привлекательный, внешне в моём вкусе, не то чтобы у меня есть какой-то определённый типаж, но как бы вот я его увидела и считала его как привлекательным. Но в это же мгновение я его считала как такого нарциссичного достаточно персонажа, а для меня это, ну, сразу мимо. И неважно там, насколько он там красавец, насколько он привлекательный для меня внешне, если я вот подобные какие-то моменты считываю, то всё, это не моя история, это не моя чашка чая. Но в дальнейшем этот человек меня заинтересовывал в общении своим отношением ко мне, то есть оно было достаточно такое деликатное. Ну, короче, мы познакомились с ним где-то спустя месяц гляделок. Мы начинаем понемногу общаться, он очень хорошо ко мне относится, он был такой робкий, вначале стеснительный. Но вообще, на самом деле, вот это деликатное его отношение ко мне, такое внимательное, оно, ну, вообще сохранялось на протяжении всего нашего общения. То есть как бы он не был там каким-то, не знаю, агрессивным или ещё что-то, то есть очень такое у него было, на первый взгляд, бережное отношение ко мне. И знаете, вот прикол был в том, что на тот момент он у меня вырисовывал в голове свой образ, такой образ парня с карты желаний. Ну, типа, знаете, вот, я не знаю, бывает у вас такое или нет, девочки, вот вы стоите там в ванной с утра, я не знаю, собираетесь, и такая думаете, хочу тебе вот такого, вот, чтобы он был вот такой, да, вот это будет прикольно. И я реально вот встречаю через какое-то время его, и действительно он по многим параметрам прям сильно подходил. Естественно, я там никого не клеила, там, на ватман, да, но, короче, это забавный такой момент. Пока он не начал, как бы, проявлять какие-то тревожные звоночки, редфлаги. Я вообще плохо помню уже хронологию событий, на самом деле это не особо важно. важно то, что те события, о которых и действия, о которых я сейчас буду рассказывать, это как бы не говорит о том, что такие люди, они там где-то составляют какую-то стратегию, план действий, то, как они будут там кем-то манипулировать, да, абьюзить и так далее. Здесь это скорее такая спонтанность на фоне эмоциональной, на фоне какого-то настроения, на фоне накопленных травм, да, накопленного напряжения из-за этих травм. И эти люди даже как бы вот они не старались, потому что с какими-то людьми они могут проявляться быстрее и ярче, а с какими-то людьми они могут проявляться мягче. То есть, ну, согласитесь, мы все так или иначе с разными людьми можем вести себя немного по-разному. Но тем не менее эти люди, пока они не решат в себе вот эту внутреннюю проблему, они всегда будут возвращаться к своему сценарию. Итак, ситуация номер один. История такая. Он, значит, должен был меня подвести с работы. Я тут такая, знаете, вот думаю, вот сейчас мы встретимся, поедем вместе по вечерней Москве. Я очень хотела его увидеть, мне очень хотелось узнать его поближе. Я думаю, вот какая классная возможность. Мы сейчас там с ним пообщаемся, все так здорово, классно проведем время. Вот, даже там пофиг на какие-то пробки. Вот, в общем, я в таком вот романтическом приподнятом настроении, иду к нему, буквально парю к нему навстречу и вижу, что он стоит с девушкой. Не было бы никаких проблем, если бы ни одно «но». Короче, когда я подхожу, происходит такая ситуация. Он говорит, ну, типа что-то «Привет, Оля — это Маша, Маша — это Оля». И всё, и они начинают вести какие-то свои беседы, разговаривать на какие-то свои темы. Я просто понимаю, что этот диалог я поддержать не могу, потому что я вообще не в теме. То есть это какие-то их дела. Да, то есть я там не в курсе вообще событий, я не понимаю, про каких людей они там говорят. Ну, то есть это не просто какая-то тема, в которой я просто не разбираюсь, а я не могу в ней разбираться, потому что это какие-то их вот личные там дела. Мы садимся в машину, всё продолжается. И я еду с полным ощущением, что это не мы договорились с ним встретиться и доехать вместе до дома. И, ну, случайно вот как бы девушку какую-то решили подвезти. А это они меня как бы зацепили по пути. Ну, как бы я им типа прыгнула на хвост, так скажем. И я вот всю дорогу, простите, аж вспомнила этот кринж. Вот, и мы, короче, всю дорогу едем, значит. Я вот с этим ощущением. И всё это продолжалось до тех пор, пока она не вышла из машины, не попрощалась и не закрыла дверь. И только в этот момент, когда нам осталось ехать буквально там 10 минут до моего дома, наш потрясающий Зарислав решил мне, наконец, рассказать, что это за Маша. Для меня это максимально неприемлемая ситуация, если честно. И если вы думаете, что наш дорогой Зарислав — это человек, который, возможно, немножечко забыл какие-то элементарные правила этикета, может быть, там как бы у него проблемки с какой-то элементарной вежливостью. Я вас уверяю, это не так. Это человек, который умеет в коммуникацию, который умеет общаться с людьми и уж точно понимает, как себя вести в подобных ситуациях. И я даже, несмотря на то, что как бы мы ещё не очень хорошо знали друг друга и находились только в процессе узнавания друг друга, я это прекрасно поняла. Когда это происходит, какая-то хрень вот такая впервые, ты как бы не понимаешь, как на неё реагировать. Я выбрала в тот момент позицию, что типа «ну окей, я посмотрю, что будет дальше». Но тем не менее, именно таким образом меня впервые заставили почувствовать себя третий лишний и пытались создать у меня ощущение, что за внимание этого парня нужно ещё побороться, так сказать. Дальше у нас снова наступает период романтики, мы прекрасно начинаем общаться. В этот момент, так как ты на фоне какой-то такой влюблённости, ты думаешь «ну, мало ли, бывает, посмотрим, как бы что будет дальше. Может быть, это какая-то мелкая оплошность». На самом деле, первый достаточно красноречивый знак. Ситуация номер два. Он как-то вечером мне звонит и говорит «привет, дорогая», ну или там «привет, Оля», неважно. «Я очень хотел бы завтра тебя увидеть, но ты знаешь, мои друзья пригласили меня на новоселье. Но я бы очень хотела, чтобы ты пошла со мной». Паузу я сделала не просто так, если что. Я думаю «ну, прекрасно, это же великолепная возможность узнать человека поближе, посмотреть на его круг друзей, с кем он дружит, с кем он общается. Это классная возможность». Я, естественно, соглашаюсь. Он заезжает за мной, значит. И первая дебильная ситуация у нас. Я сажусь в машину. И что делает наш потрясающий Зарислав? Он решает прокомментировать то, как я одета. Он бросает мне что-то такое вскользь из разряда «Ты так, интересно, одета сегодня». Вроде бы в этой фразе нет вообще ничего особенного. Ну, сказал он какую-то нейтральную фразу. Это называется у нас «двойное послание». То есть происходит неконгруэнтность слов и эмоций. А двойное послание, оно всегда не стыкуется. То есть не стыкуются слова эмоции. И на самом деле мы очень часто с этим сталкиваемся, потому что, ну, среди всех нас много токсиков. И один из ярких примеров — это какие-нибудь там комментарии, не комментарии, комплименты с двойным дном, когда вам могут сказать что-то типа, не знаю, там, «Ой, у тебя такое красивое платье, оно тебе так идет, но стоило сделать к нему другую прическу. Вот тогда бы было бы лучше». Ну, то есть, понимаете, вроде бы человек как бы делает комплимент, но вот щепотку дерьма вам всё-таки как бы накидывает. То есть главный фактор — это именно несочетание, как я сказала уже выше, слов и эмоций. И вот этот комментарий в сторону моего образа, он звучал именно так. То есть как бы вроде бы он не говорит ничего особенного, то есть никак меня не оскорбляет. Слово «интересный» — это, ну, оно может иметь разный смысл. Но в то же время, по его какому-то там взгляду, мимике, я считываю, что, ну, типа, какое-то пренебрежение, не знаю даже. Ну, короче, что-то негативное. Мы приезжаем к друзьям. Там много людей, я никого вообще не знаю. Он мне, ну, как бы всё вроде бы сначала нормально. Пока наш дорогой пупсик Зарислав, который, напоминаю, если что, так очень по-джентльменски, буквально дрожащим голоском, приглашал меня на сие мероприятие, решил за общим столом сесть немножечко отдельно от меня. Ну, вроде бы, как бы действительно было тесновато. Вроде бы действительно было мало мест. И вроде бы действительно, ну, как-то вот так вот случайно вышло. Я решила, ну, хорошо, понаблюдаем. И знаете, что я наблюдаю весь вечер? Как наш дорогой герой интересуется весь вечер не мной, а хозяйской собакой. Во-первых, если он вас не выбесил ещё, то нам не о чем разговаривать. Если у вас родился в голове вопрос, ну, как же можно, типа, человеку рассказать, да, обозначить ему, что тебе не нравится, там, сказать, мне неприятно. Я вас уверяю, я очень чётко, деликатно и внятно человеку объясняла, объясняла, что, дорогой мой, не надо так делать. Это не хорошо. Лично в каких-нибудь там книжках, не знаю, видео на ютюбе про абьюз в основном рассказывают о том, что когда вы абьюзеру рассказываете про то, что вам что-то не понравилось, вам что-то неприятно, то абьюзеры явные такие, они часто вам могут дать абсолютно определённую реакцию. То есть они могут начать отрицать, говорить, что вообще этого не было, ты всё не так поняла, и всё это не так было, ты всё придумала. То есть они вас начинают максимально газлайтить. То есть они начинают отрицать вашу реальность и говорить о том, что тебе там показалось, померещилось и так далее. Этот человек, он так не делал. Он совсем соглашался, он говорил, правда, я не подумал, я больше так не буду. Я вас уверяю, он не пиздел. Он реально именно так больше не делал. Он просто начал подсовывать мне то же самое дерьмо, спрессованное в разные формочки. Вот в разных ситуациях постоянно как будто бы витал вот этот флёр, что я должна конкурировать за его внимание, что я должна добиваться... Ну, добиваться вот как будто не подходит это слово, потому что всегда как будто бы он пытался кого-то привлечь извне, чтобы мне пришлось отвоёвывать его внимание, я бы так сказала. Это делало всё достаточно деликатно. Ну, то есть, знаете, там даже в каких-то ситуациях, когда мы находились в какой-то компании с его там друзьями, даже несмотря на то, что там я уже многих знала, он вёл себя таким образом, что он даже как-то не пытался меня вовлечь в эту компанию, потому что, ну, всё равно я новый там человек, и любой нормальный мужчина, он сделает... Да и вообще не то, что даже мужчина. Пусть у вас не только там романтические, дружеские, приятельские отношения, это элементарные правила хорошего тона. То есть, когда ты приводишь другого человека в свою компанию по своей инициативе, то ты должен хотя бы ему как-то помочь проложить вот этот мостик коммуникации с этими людьми. То есть, это нормально. Создать ему какой-то минимальный комфорт, да, там, познакомить, вовлечь его там в какую-то беседу, да, может быть, там, где-то задать какие-то наводящие... Ну, в общем, все прекрасно понимаете, о чём я говорю. И здесь реально я всегда, когда попадала в такие ситуации, я сидела и думала, блин, а что я вообще здесь делаю? И у меня, честно могу сказать, у меня такое ощущение, ну, наверное, последний раз я его встречала только в школе. Вообще жесть какая-то, если честно. Просто детский сад. Ситуация номер три. Неожиданно выясняется, что у нашего пупсика Зарислава отношения на завершающейся стадии. Как оригинально, не правда ли? Он мне, на самом деле, признался в этом сам. Его там не поджимала никакая ситуация. То есть, это не было такого, что я там что-то увидела, обнаружила, там, или ещё что-то. То есть, в принципе, не было каких-то таких ситуаций, да, чтобы у меня там как-то вызывали, ну, там, подозрения. Возможно, реально это было как бы правдой. Но, знаете, завершающиеся стадии, они бывают разные. Они бывают такие вяленькие, да, они бывают плавно перетекающие какую-то в активную фазу. Ну, в общем, отношения, они либо закончены, либо они продолжаются. Никаких вот этих завершающихся стадий, я считаю, быть там не может. Ты сначала как бы закончи одно, а потом уже там начинай второе. Когда он мне об этом говорил, это всё было, знаете, такое под соусом такой влюблённости, такого трепетного отношения ко мне, что он подбирал слова, он боялся мне в этом признаться, потому что он думал, что я там пошлю его нахрен. Вот. И он как бы тоже стремится к открытому общению, поэтому вот он набирался сил, чтобы мне об этом сказать. И всё-всё уже эти отношения как бы закончены, там только ей осталось забрать вещи, и вообще ничего между нами нет, и вообще уже давно это закончилось. Ну, блядь, классика, реально. Он приглашает меня к себе домой и предлагает мне в этот день остаться у него. Ну, в процессе уже, то есть мы у него дома, и он мне предлагает то, что типа оставайся как бы у меня. На что я вам отвечаю, что знаешь, ну как бы мне некомфортно, я бы хотела там переночевать дома, потому что, не знаю, мне хочется там умыться, воспользоваться своей косметикой, там помыть голову с утра своими средствами. В общем, мне некомфортно. На что наш дорогой, святая наша простота, мне говорит, так у меня всё есть. Вон, говорит, у меня в ванной и шампунь, и бальзам, и маска. Бери, интересно, откуда у такого коротковолосого мужчины столь многоступенчатый уход для волос. Я, естественно, у него спрашиваю, ну типа как бы откуда, типа это чьё? Он говорит, ну, это моя бывшая. А просто вещи ещё не везде забрала. То есть меня снова ставят в ситуацию, когда я должна почувствовать себя в тройничке, на который я не подписывалась, мягко скажем. И для меня в моей картине мира — это вообще просто какой-то абсурд. Ну то есть я считаю, что нормальный мужчина, он бы убрал, блин, к моему приходу просто всё, если он настолько реально, деликатно и трепетно ко мне относятся, как этот человек меня обрисовывал. Там бы, блин, даже волосинки, ни одной бы её нигде не лежало, не дай бог бы я заметила, и что-то там бы себе подумала, что-то бы меня там потревожило. Нет, этот человек решает, что абсолютно нормально предложить мне воспользоваться косметикой его бывшей. Ну короче, вся вот эта хрень, она делалась в перемешку с какими-то такими хорошими достаточно поступками, хорошим отношением. То есть этот человек действительно в каких-то ситуациях там мне помогал, будто бы действительно пытался создать впечатление, что он старается для этих отношений, что они ему интересны, и я ему интересна, он как будто бы настроен на какой-то диалог, на выстраивание вот этого взаимопонимания друг с другом. Историю эту я закончила достаточно быстро, потому что, девочки, ни один мужчина на свете не стоит моего и вашего эмоционального комфорта. Мальчики, вашего тоже. Берегите свой эмоциональный комфорт. Он, конечно, пытался разговаривать со мной разговоры, чего-то там выяснять, давай поговорим, ну вот это вот всё. И вы знаете, это начало уже превращаться в какую-то такую вот жвачку, которая уже потеряла вкус, она уже начинает распадаться у тебя во рту на молекулы, а ты почему-то продолжаешь её сжевать, блин. Короче, это ужасно. И я прям вот, меня настолько уже бесили все эти разговоры бесконечные. и в итоге он довёл как-то сам, он начал поступать таким образом, что я уже сама просто его, ну, послала. Из любой истории, даже негативной, я считаю, очень круто сделать какой-то вывод. Я очень анализировала, много я думала, размышляла. Мне вообще очень кажется это безумно интересным, когда у тебя происходят какие-то странные ситуации с людьми, и ты в своей голове, ну, как бы, пытаешься разобраться, почему это произошло, хотя бы для того, чтобы как-то помочь себе не совершать подобные ошибки в дальнейшем. Я просто поняла, что этот человек так и будет играть в эту игру ближе дальше, он будет меня постоянно отталкивать, но будет увеличиваться просто амплитуда. Чем дольше ты находишься в подобных отношениях, тем больше ты привязываешься. Как бы ты не старался выдерживать дистанцию, ты всё равно как бы узнаёшь человека, ты привязываешься эмоционально, ты как-то вкладываешься в них. И из таких отношений, чем дольше они как бы длятся, тем тяжелее из них выходить. Я поняла, что меня так и будут, знаете, кидать вот это болото «ты третья лишняя», «давай-ка тут как бы почувствую конкуренцию», я буду создавать тебе различные странные ситуации, которые будут тебя вводить в когнитивный диссонанс, ты не будешь понимать, что происходит. Но это вообще не моя история, если честно. Чего они это делают? Они не выстраивают в своей голове схему «ага, я сейчас сделаю вот это», и там, что бы она сделала это. Они просто начинают провоцировать вот это поведение. Твоё им нужна вот эта эмоциональная реакция от другого человека, чтобы почувствовать свою ценность. Это конкретно в этом случае это было так. То есть он пытался создать вокруг меня ситуацию, когда я как будто бы чувствовала, что он от меня ускользает. То есть, знаете, такое вот эмоциональное дистанцирование, и тебе нужно снова заполучить его внимание. Потому что только таким образом, только через вот такое доказательство, то, что он интересен, он нужен, его хотят добиваться, его внимание хотят добиваться, он может почувствовать себя ценным. Переварив это всё, я поняла, что у мальчика явная нарциссичная травма. Не путать, кстати, с нарциссичным расстройством. И за что я не ставлю там какие-то диагнозы, это всё мои фантазии, да? Мы помним. И он создавал эти ситуации каждый раз, когда он чувствовал, что его значимость начинает ускользать. Причём вы для этого можете вообще ничего такого не делать. То есть вы можете продолжать общаться с ним нормально. С вашей стороны ваше общение может выглядеть хорошо. Вам будет казаться, что всё классно. Это сценарий, который происходит у человека в голове. Он начинает чувствовать вот эту вот потерю своей значимости, и ему нужно её просто подтвердить. Он должен получить вот это подтверждение, чтобы сбросить вот это своё напряжение. То есть, по сути, другой человек для таких людей является зеркалом. То есть они через них вот стучатся вот так в них эмоционально, чтобы увидеть свою ценность. Мне стоит объяснять, что это нездоровая вообще история. Уже когда я писала этот сценарий, я вспоминала его истории, которые он мне рассказывал про своих бывших, про свои бывшие отношения, про тот формат его бывших отношений, и я увидела реально прям такую конкретную последовательность его действий на самом деле, и у меня как будто бы окончательно вообще сложился пазл в голове. Я сделала такой вывод, что это человек, который привык, может быть, я сейчас громко это скажу, ну то есть быть завоёванным женщиной. То есть когда женщина берёт больше инициативы на себя, когда она больше тянет эти отношения, когда она в них больше заинтересована, с такой травмой ему гораздо спокойнее в таком формате отношений. И знаете, я тут подумала, что может быть для девушки это даже более какая-то, ну поймите меня неправильно, я не говорю, что это какое-то правильно одобрительное поведение для девушки, нет, но как будто бы в нашем обществе такое поведение более позволительно для девушки. То есть как бы она может выстраивать коммуникацию так, чтобы мужчина всячески её добивался и доказывал ей свою влюблённость, любовь и так далее. Но, конечно, когда это делает мужчина, это очень сильно бросается в глаза. А со мной случилась немного другая история, когда как будто бы ему нужно было брать всё в свои руки. Как бы он не пытался перевернуть, как бы он не пытался мне передать вот этот вот флажок, сказать, давай-ка ты сейчас за меня поборешься, а я вот тебе подкину тут ситуацию на дну. Давай, докажи мне, что я тебе интересен, чтобы я там погладил своё самолюбие. Со мной это не про канала, это не моя история, а история это невротическая. В общем, ребят, делите своё мнение в комментариях, что вы думаете, были ли у вас какие-то подобные истории, или может быть вообще какие-то другие интересные истории в отношениях. Ну и вообще, как вам такие разборы? Я буквально вам разобрала свои отношения, показала вам, какие выводы я из них сделала, поэтому ставьте лайк, пишите комментарии, делите своё мнение в комментариях, подписывайтесь и до встречи в новых видео. Пока-пока!